пришли в ресторан сейчас закажем пламсы какие-то морепродукты все здесь такое крабовая рыбы нарисованы все нарисовано рыбная около моря на самом пляже ресторан такая картина красивая яхты и что-то там одни мужики он и мэн весеновыми одесса мэй баке от компис компетисом райт ай сегодня у нас вторник народу так маловато в ресторанах всегда все показывают спортивные программы в барах сидят все лупятся эти вот спортивным даже хоккей сейчас хоккей чудом соревнования чемпионат хоккей на везде показывают хоккей последнее время непонятно почему девочка нас ведет девочка пришли значит это до малая мало ли не по ресторанам сюда прямо странно если на воде ресторан прямо странно что нет народу это барная стойка за барная стойка часто сидят люди сами но здесь вроде бы как подружки наверное или чё там да две женщины и в америке как-то так вот но если ты сам то очень нормально садиться на барную стойку там где выслуживают вместе с едой тоже там тоже еду тебе приносит да не только напитки бар не значит бар в ресторане значит с едой без проблем и люди кто по одному садятся туда они там болтают с барменом болтают и между собой могут болтать но как-то вот если один то значит в баре это нормальность не то что нормально но как-то ну вроде люди пообщаться хотят да если один он же тоже вроде бы как пообщаться хочет поэтому за заборную стойку садятся и там болтают то есть видя заборная стойка одинокого человека в принципе нормально и разговор с ним завести и так далее вот как то так предусматривается хотя часто и вдвоем сидят и особенно те кто не хотят много заказывать например там сытый только дринк или что-то такое салаты или что-то там немного вот так вот ничего страшного если вы садите за стол сам в смысле один придете поужинать но как-то в основном за барной стойкой нет окажется и но еще из чем мне не нравится вот этого с барменом болтания как они это делают он мечется бедный ли она они все-таки в поту там они там они стаканы то сгружают то туда саде сколько бармена работа от каждого забрать каждому протереть это место но где вот ты сидел да ну что там здесь же все со льдом в америке и все стекают конденсация стаканов стекает на стол хочешь как он там ставит этот протекшон вот эту вот кругленькую штучку все равно мокро вот и это самое он так занят и и люди болтают и он с ними болтает но я все время как-то вот я бармена не трогала никогда честное слово хотя они сами заговаривают иногда так это вот ну типа как дела ты-ды-ды там вам понравился дринк еще дринк такое вот и в баре обязательно аж когда выпил дается тип но если вы выпили маргариту там за 10 долларов но 11 дают хотя бы доллар вот вот так теперь пошел гольф показываться гольф игра люди с детьми приходят пляжная территория все диска и жалка и жал такой то есть одеты все под штаник как другими словами пиво баночное это у хасбента вот на ему бир какой-то он горит я не никогда не слышал такого пива ну ладно значит она налила в этот холодный стакан приносит замороженный это мохитос мой дринк а это просто в воду принесла в такой большой это самое зачем она столько принесла не знаю ну ладно ты с этим так все окей начинаем 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 трапезу мы заказали эти не клампсы а ой мидии да ну ракушки мидии я все не могу по-русски вот маселс на американском языке на американском языке и сет фишу и вода здесь а рыба с овощами в этих шарик шарики из рыбы в овощи с овощами ананасовый соус вот там вот в этой в баночке так но я так это чё-то там рыба с овощами эти какие-то как болсы сделаны болсы это шарики вейт бэби спасибо ну пайнаппл соус пайнаппл соус это этот ананасовый соус что-то такое там из сифу там что-то из сифу то такое кусочками и в чем-то таком вот завернуто что нам принесли клампсы клампсы принесли так это внутри клампсы салат это рыба это рыба рыба вот махи-махи вот рыба фиш вот фиш вот фиш вот фиш вот кэн фиш группа это это салат салат еще посмотрим что там за салат и это дрессинг на салат так это дрессинг на салат соус какой соус вот кэн дрессинг и ордер обычно дрессинг всегда говоришь что какой соус вы хотите можно его говоришь принесите он сайт но на сторону то есть отдельно они не добавляйте соуса отдельно они приносят отдельно а и 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 Рассказываю, что в салате. Значит, листья китайской капусты. Листья китайской капусты. А вот это клубника. Листья китайской капусты. Это оливки. Нет, это виноград. Господи. Виноград. Сверху фета-чиз. Фета-сыр. Орехи есть, чувствую. Орехами посыпано. И пайнапл хит. Говорит, клубника. Пайнапл ананас должен быть. Это, по-моему, клубника. И ты думаешь, что я буду лучше с моим клубниками? Да. Нот. Водкань-чиз. Фета-чиз, да? Правильно. Стробари. Стробари – это клубника. Водкань-соус. Какой-то элемент манго-соус. В общем, короче, салат соленый еще со сладкими фруктами. Ну, ничего так, ничего. Вкусно. Все они с этим соусом. Там он внизу. Такой томатный соус. Она еще переспросила. Не кламсы. Это не кламсы. Это эти маслсы. Вот такой вот томатный соус. Он остренький, с чесноком. Вот это вот все. Вот это все. Вкусные эти маслсы. Такие вкусные в соусе. Вы там вообще обалдеть. Они дают обычно маленькую вилочку такую. Где-то она у нас уже ушла. Эта вилочка была маленькая. Я вам покажу сейчас визитера. Пришел в ресторан визитер. Мы ему хотели дать, но у нас ничего уже такого нет. Мы все слопали, кроме салата. Гляньте, сколько этих... С этих... С маслсов этих ракушек. То есть этих... Скорлупы. Я же тебе дала, ешь. Съел маслс. Гляньте, там ходит какой. Там вообще ходит, как корова. Вот там вот, за стульями. Слушайте, он съел. Оно такое перченое. Наверное, нельзя, может, им такое есть. Ну, сожрал сейчас. Что ж я могу сделать? Оно такое блюдо. Чили называется. Чили это такая говядина. Говяжий фарш поджаренный, острый. И это... И блучиз соус. Спрашивают, какой вам соус. Есть... Был ранч. Ранч был... Мы заказываем обычно блучиз. Ну, как-то любим это его. Так, а где мои вилки? Какой ресторан? Все ресторанами называется. Любая забегаловка. Красные это чипсы. Чего они красным их красят, не знаю. Сыр там. Сыр поточенный. И салат. Зеленые листья салата. Это китайская капуста. А это жареная же говядина такая остренькая. И томаты там. Томаты остренькие тоже. Все, заливаешь соусом и перемешиваешь с салатом. Рыбный магазин. Аллигаторное мясо. Продается мясо аллигаторов. Аллигатор мид. Луизиана. Из Луизианы аллигаторы привезены. Значит, а то у нас своих нет. Во Флориде надо было их замораживать в Луизиане. Так, аллигаторное мясо. Значит, цена 14,99-15 долларов. Какой кошмар, что хочу сказать. Значит, такое я готовить не буду. Я просто вам показать. Вот эта рыба классная. Вот та сваи. Ну, а сваи это... Подождите. Сейчас. Не перевела. Я же знала эту рыбу сваи. Забыла. Свая. Перевелось как свая. Есть такая рыба свая. По-русски называется. Нет? Выглядит хорошо. Я все время вот эти вот покупаю частенько. Рыбки во всех магазинах. Есть они и в ориентоловых магазинах. Есть они 4,46, по-моему, она стоит. Есть в ориентоловых. Есть они в этих, по-моему, таких мексиканских магазинах. Короче, есть они, да. Вот такое вот. Вот так. Да-да-да, это сваи тоже. Вот эта порезанная сваи. Она похожа на карпа. Вот. Надо, наверное, вот эту взять. Вот эту вот надо будет взять. Вот на карпа. Значит, она 9,99 стоит штука. 9,99 стоит штука, да. Она уже вот так вот порезанная. Можно ее всю запечь. В общем, можно или кусочками лучше взять. Не знаю. Сейчас посмотрю. Попробую. Вот это сифуд написан. Замороженный сифуд. Ну, вот это вот там поточенные эти раки, крабы, наверное. Так. Это у нас... Это у нас фрозен сильвер. Сильвер. Серебряная рыба какая-то. Фрозен. Маленькие рыбюшки. Серебряная рыба. Написано сильвер фиш. Так. Мэт фиш. Грязная рыба. Ну, так переводится она. Мэт фиш стейк. Взяла я. Ее попробую. Я когда-то, по-моему, ее брала. Но что-то... Что-то мне... Эту надо чистить. Не хочу. Что-то, что-то я помню, что я от нее отказалась. Но не помню. Была очень давно. И эту, наверное, надо чистить. Какая интересная рыбка. Ну, вот какая она. Что там она? Чистить ее надо, не надо. Конечно, надо попробовать все. Но вот это у нас какая. Йеллоу. Желтая рыба. Так. И что я взяла? Я взяла, как обычно. Ну, не обычно. Вот эту я... Вот эту такую я взяла. Это выращенная на фирме. Написано продукт из Вьетнама. 5 долларов пакет. Этот. Свай. Опять свай. И вот эту вот взяла. Вот такую вот. Но хочется аж попробовать другую. Но мне... Вот эту я когда-то покупала. Ничего хорошего. Такая она. Простная. Простная. Как этот... Как... Желтая, как минтай. Типа этого. Вот. Ну что, дальше мы идем. Моллюски. Анчоус. Анчоус фиш. Тоже не знаю, как ее готовить. Кто знает, напишите. Анчоусы. Карами. Карами фиш. Анчоус. А че? Тоже. Тоже не знаю. Тоже не знаю. Все надо... Все надо знать. Ну, в общем, короче, здесь ее очень много. Стимт. Стимт. На пару уже макарелла этот наша. Как ее. Скумбрия. Стимт. Стимт. На пару уже стим. Стимоватая. Но ее, по-моему, надо еще поджарить, подержать. По-моему, так. Потому что это... Это этот департмент. Свежая рыба. Вот это все у нас. Свежая рыба. Вот это все. То есть, я имею в виду, не приготовленная. Слазь. Клин. Милкфиш. Милкфиш когда-то, по-моему, тоже пробовала. Ну, в общем. Короче, вот так. О, свет что-то тут выключился. Странно. Так, здесь какой-то, по-моему, замороженный, наверное, октапус или что это такое. Не вижу названия. Что здесь ориенталовое название. А это калямары, калямары, кальмаровые кольца. Это кламсы. Прозан. А, ну, эти ракушки только замороженные. Это, наверное, то, что внутри рак... Это маленькие рак... А, вот это уже очищенные ракушки замороженные. 4,99 или 7,99. Не знаю. Можно тоже взять их, приготовить. Ой, с ночным соусом они классные, да, вот эти все. Ну, это в ресторане мы едим. Ладно, уже дома еще вонять. Вонять. Я как-то стараюсь покупать все-таки рыбу такую, похожую на рус... Ну, то есть, дома то, что похоже на русскую. Что-то такое ностальгическое. А это, наверное, скумбрия наша, нет? Да, солтед маккарелл. Соленая маккарелл. Это вот скумбрия. Соленая. Слышите, ну, соленая она ж... Ну, что? Как селедка, что ли? А ее все равно жарить надо. Это она присоленная или она соленая? 11 долларов в пакет. Ну, ладно, я уже те взяла. Это, может, в следующий раз. Что такое красным разукрашено? На самом деле она не красная. А, стейк маккарелл. Опять скумбрия маккарелловая. 5 долларов. Так. Так, 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 ну. Вот вам. Вот этот, этот, вот из этих котлет. Рыбня я как-то делала, по-моему. Или похожая была в этом магазине. Но в этом магазине, не помню. Но как-то я ее назвала какой-то корюшкой. Не помню, что за рыба. Вот такой пакет. Перемалываешь на мясорубке. Все. И делаешь эти котлеты. Рыбные. Вкусные, ничего. Вкусные вот эти пакеты. Ничего. И как-то фиш пейст. Это рыбная паста. Тоже надо знать, как ее. Это всякие круглячки. Болы, болы написано. Сделаны из сифута. Ну, вот вам выбор. И вот такие круглячки. Это я, конечно, не беру. Это азиатская еда. Оно там, не знаю, что там в круглячок. Кто-то не положили. И с каким оно вкусом. Вот. Ну. А, сейчас я еще раз. Ну. Значит, это самое. Да, вот эту я взяла. Вот эту здоровую. Я ее вам показывала, да? Что ее чистить надо. Какие-то, пишем. 8-9 долларов две штуки. Вот такую я взяла. Ну, что еще? Это вот. Сардины, что ли. Сардины такие большие. Сардины 6,99. Ну, ладно. Там головы это вот возиться с ними. Тоже вот этот самый. Обленились, так скажем. Обленились. Вот. Сейчас посмотрим мясо с вами. Chicken wings. Chicken wings. Крылья. Сейчас все посмотрим. Тут посмотришь, сзади враги. На холодец. Ноги есть здесь, да? В американских магазинах этого очень мало. Здесь есть. Редактор субтитров. Корректор субтитров. Субтитры создавал DimaTorzok